В январе 1918 года до далёкой от Москвы и Петрограда кубанской станицы Усть-Лобинская докатилась волна революционных волнений. Начались вооружённые столкновения между казачьими частями и красноармейцами. Вскоре власть полностью перешла к большевикам. Начались расправы над неугодными новому режиму, офицерами царской армии, казаками и священнослужителями. В числе пострадавших от рук революционеров оказался и местный священник Михаил Лисицын. Имя Михаил Михайлович Лисицын. Год рождения 1862-й. Место рождения село Ешкур Рязанского уезда Рязанской губернии. Образование Рязанская духовная семинария. Должность. Законоучитель в начальном училище. Клирик Никольской церкви в станице Усть-Лобинская Кубанской области. После продолжительных пыток казнён большевиками без суда и следствия. Когда в 1918 году станицу Усть-Лобинскую, где служил отец Михаил Лисицын, захватили красноармейцы, жизнь батюшки оказалась под угрозой. Ни у кого из местных большевиков, знавших священника лично, не поднялась рука учинить над ним революционную расправу. Они даже предупреждали пастыря об опасности, предлагали спастись бегством. Но будущий священномученик отказался, невзирая на жестокость, которой славились бойцы Красной Армии. Это люди, прошедшие Первую мировую войну, это люди, видевшие смерть 4 года, это люди, которые не ценили уже человеческую жизнь. Это ощущение того, что человеческая жизнь ничего не стоит, наверное, и приводило к такой простоте убийства. Не избежал страшной участи и отец Михаил. Ночью 7 марта 1928 года в дом отца Михаила ворвалась толпа солдат. Они ограбили семью священника, забрали все, что можно было унести. Деньги, одежду, обувь, серебряные предметы, постельное белье. Его самого арестовали. Это было жесточайшее дело, что с ним начали творить. То есть его арестовали, в какой-то сарай поместили, там избивали, отрубили пальцы правой руки, чтобы он не мог креститься, изрубили лицо шашкой. Отец Михаил терпел от красноармейцев зверские издевательства в течение трех дней. Ему накинули на шею петлю и водили по станице, глумились над ним, избивали так, что батюшка сам умолял мучителей скорее убить его. 11 марта священника расстреляли рядом с храмом на станичной площади. Это устрашение населения, чтобы население и видело, что эта власть сильная, что эта власть может сделать человеком все, что угодно, самым уважаемым человеком, и чтобы никто не смел и подумать, как-то этой власти сопротивляться. Михаил Михайлович Лисицын рос в благочестивой церковной среде в семье священника. 8 лет потерял отца и его взял на попечение дядя, тоже священный служитель. Он и заботился о духовном воспитании мальчика. Здесь же учился и его двоюродный брат. В будущем всемирно известный академик, физиолог, первый российский лауреат Мобилевской премии Иван Петрович Павлов. Надо сказать, что братья общались, и существуют сведения, когда уже отец Михаил служил на юге России. Брат его, Иван Павлов, проезжая в Пятиборск, там он отдыхал уже ближе к революционным годам, заезжал к нему в село и там его гостил. Так что они общались уже долгие годы, наверняка были дружны. Первое время после учебы Михаил Михайлович преподавал в сельской школе в Рязанской губернии. Вскоре обвенчался со своей возлюбленной, тоже происходившей из священнической семьи. В браке родилось три дочери и сын Василий, который тоже прославил фамилию подвигом. В годы Первой мировой войны он был военным инженером. Погиб в 1941 году при защите Брестской крепости, всем вам известный. И имя его на памятнике защитникам Брестской крепости. В 1885 году Михаил Михайлович был рукоположен сначала во дьякона, а затем во священника. В течение десяти лет служил в Троицкой церкви в селе Катино в Скопинском уезде. Однако из-за ухудшения здоровья матушки, которой нужна была смена климата, они переехали в Ставропольский край. Батюшка подвязался в нескольких храмах, а последним местом его служения стала Никольская церковь в станице Усть-Лобинская. Будучи талантливым педагогом, священник много сил отдавал воспитанию детей. Преподавал закон Божий, был катехизатором. Занимался и миссионерским трудом среди местных казаков-старообрядцев. Жители южных наших краев, казаки, они очень так к пришлым людям относились не очень приветливо. Но отец Михаил практически сважен за служивый их авторитет. Станичники его очень уважали, любили. И вообще считалось хорошей приметой крестить в его церкви, именно чтобы крестил отец Михаил, младенца. После Октябрьского переворота мирная жизнь и тихий честный труд остались в прошлом. До станицы Усть-Лобинской революционные волнения докатились к 1918 году и принесли местным жителям страдания, стали причиной множества страшных смертей. Судьба отца Михаила Лисицына тоже была перечеркнута кровавой рукой революции, а Господь его прославил. В 2017 году священник был причислен к сонму новомучеников Церкви Русской. Красноармейцы запретили погребение отца Михаила, но супруга батюшки выкупила его растерзанное тело. Умершего пасторы облачили в белые священнические одежды, положили в новый гроб. Отпевали его в храме святителя Николая, где священник много лет проповедовал Слово Божье. Через 9 месяцев тело перезахоронили. По рассказам очевидцев, оно оставалось нетленным. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok